Юрий Иванович Бородин, батюшка наш, как-то высказал, что все хорошее и плохое, что происходит в организме человека и животных, все начинается с корней лимфатической системы, то есть при лимфатике. И если мы сможем регулировать этот процесс, то будет здорово. Ну вот, продолжая эту идеологию, поэтому и доклад рассчитан на то, чтобы как-то вмешаться, только уже теперь больше с клинических позиций. Экспериментальная часть здесь была выделена как основа, прежде всего. Ну, разрешите перейти к докладу. Первый кадр. Так, значит, здесь дело вот в чем. Обширные операции, ну, в частности, на передней брюшной стенке, обычно в связи с тем, что слишком большой объем оперативного вмешательства, возникают гипоксические зоны. И вот эти гипоксические зоны дают примерно около 40% осложнений в виде нагноения. И больные вынуждены до четырех недель иногда продлевать свое пребывание в стационаре. Как повлиять на этот процесс? Вот мы попробовали сначала экспериментально обосновать, и некоторые предпосылки того, что уже клинические результаты мы получили, это уже к тому моменту, как был готов доклад экспериментальный. Пожалуйста, следующий. Значит, цель основная – возможность выявить, возможность бактерицидно-лимпотропных текстоногий в эксперименте и клинике для профилактики осложнений. Были проведены экспериментальные обоснования сначала. За основу исследований взяли три вполне официальных препарата. Это известный китозан, который выпускается в Сибири, и прежде всего вектором. Это серебро. Но мы изменили технологию. Мы сделали наносеребро. Поэтому связались с лабораторией нанотехнологии Академии Новоксердистана. Они нам в этом отношении помогли. Ну и прежде всего серебрики и квадроза – известная вещь. Следующий, пожалуйста. Вот. Поэтому разработка первоначально проводилась экспериментально. На 90 животных были разделены на три группы. Это спонтанное заживление, обычное традиционное лечение обширных хирургических ран. И дальше предлагаемый комплекс нами, предложенный следующим. Вот в результате спонтанного заживления всем известно, что раньше, чем через 7 суток никогда не снимают швы, потому что еще и через неделю все равно возникают гипотетические зоны. Вот видите, левый рисунок. И даже микрокровозрияние в зоне хирургического повреждения. Следующий. А вот если использовать наносеребро, уже картина иная гистологическая. Пожалуйста. Следующий. Ну, это подтверждается и морфометрически. Мы видим, что при спонтанном обычном заживлении, традиционном лечении, вот кровеносные сосуды появляются только на 7 день. И появляются, даже на 7 день еще вне сосудистой ретроциты существуют. Все остальное динамику я не буду рассказывать, потому что, вы знаете, это процесс заживления, и вот он стабильный, обычный, укладывается в нормальную картину регенерации. Следующий слайд. Если добавить наносеребро к традиционному лечению, это способствует ускорению ангиогенеза, и уже сосуды появляются на третьи сутки. Следующие. И поэтому, когда посчитали, провели... Извините. Морфометрические показатели, то оказывается регенерация только за счет одного наносеребра в добавлении традиционного лечения ускоряет заживление примерно в полтора раза. Следующий, пожалуйста. А если же одновременно воздействовать и наносеребром, и на корни лимфатической системы, то есть хитозан с серебром, это как дополнение к традиционному лечению, то мы уже на первые сутки получаем тучно-клеточную реакцию, и уже видны первые признаки ангиогенеза. Пожалуйста. Это подтверждается и цитометрически. Вы видите, уже на первые сутки появились кровеносные сосуды, и кроме того, уменьшение количества вне сосудистых эритроцитов. Дальше. Вот. Когда провели статистическую обработку данных, то оказалось, что используя два одновременно препарата, это наносеребро и хитозан, воздействуя на корни лимфатической системы, это препятствует развитию отека интерстиции, и быстрее возникает развитие грануляционной ткани. В конце концов, это ускоряет регенерацию раны примерно в 2,5 раза. Дальше. Следующее. Естественно, мы рекомендовали эти результаты в клинике. Ну, нам предложили пройти сначала банальный вариант, так называемый, номенклатурного согласования, но мы все-таки получили разрешение Китического комитета Минздрава Коржевской Республики, и были проведены предварительные клинические исследования. Следующее. И вот что оказалось, что в традиционном лечении обширных хирургических ран всегда в 17 примерно процентов случаев встречается наглоительный процесс. Но если в процессе курации послеоперационных ран мы добавляем наносеребро, то уменьшение почти в 2 раза, 10%. А если же используется бактерицидно-лимфотропный лимфостимулирующий коктейль, то оказалось снижение послеоперационных наглоительных процессов, вот видите как, только всего 2%. Да, следующее. Ну вот таким образом мы рекомендуем использовать этот бактерицидно-лимфатический, лимфостимулирующий коктейль. И еще хотелось бы сказать, вот вспоминая батюшку и его слова, сказанные почти 30 лет назад, что воздействовать надо на интерстиции. И оказывается, что даже батюшка наш хоть и на небе, но помогает и оттуда живым людям. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Есть какие-то у нас вопросы к закладчику? Валерий Хасаныч Габитов, напоминаю. Профессор. Присо Николаевич, есть вопрос. Валерий Хасаныч, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, а каков механизм включения серебра в раствор, ну, это перекиси водорода, что является носителем? Как он там осознанет? Это плазменная обработка металлического серебра, создание в виде паров серебра. И носителем является сам хитозан. А, это еще там хитозан присутствует. Да, то есть это комплекс. Это наносеребро, это хитозан и перекись водорода. Все три ингредиента, значит, создаются специально в стерильных условиях. Этим занимается Академия наук Кыргызстана, лаборатория нанотехнологии, института химии. По нашему заказу, вот они разработали, запатентовали вот такой вариант. И мы его клинически сейчас испытываем. И очень довольны. Спасибо. Мы его сейчас, даже могу сказать вперед, что мы его сейчас использовать стали при гнойных воспалительных процессах конечностей. И сумели таким образом. Значит, вот предыдущие пять лет у нас при флегмонах стопы примерно 27%, но это мировая статистика, у кого 25, у кого 30% флегмонах стопы на уровне сахарного диабета в итоге заканчивается обычно вынужденной ампутацией конечной. Вынужденной ампутацией конечной. Когда мы стали использовать вот наш этот комплекс, сейчас уже пытаемся и в гнойных раночках, то вот за этот год только прошли таких больных всего 10, пока еще только, за вот 9 месяцев. И вынужденная ампутация была произведена только у одного. Если так посчитать, то всего 10%. Но, скорее всего, этот процент будет уменьшаться. То есть из 82 за 5 лет мы ампутировали 19 конечностей, а в этом году из 10 больных всего только у одного. то есть это перспектива очень большая. Использовать влияние действия на корни лимфатической системы для сохранения жизни и работоспособности населения. Использовать. Так. Смотрим. Использовать. Сейчас.